всем привет голове ехали с ветерком с открытыми окнами мы приехали в наш даунтаун а чё отсюда нельзя не зайти уже а вот оттуда муж вон идут мы приехали в наш даунтаун на местный концерт группы раз в общем двоюродный брат солиста это этого этой группы джеймс как его зовут ради джеймс дио который придумал вот этот символ коза знак и он играл в группах black sabbath назарет какое-то время с ози озборном группе где играл узи озборн а без него ну там где он тоже играл вот так что типа приближенный как о каком-то знаменитому где-то к богеме зоро в прошлом году ходил на их концерт но не были помещения а сегодня они на улице публика здесь такая очень интересная наша местная это не они это на разогреве здесь тусуются местные бомжи и такие а социальные в этом парке хотя вот это суд а вот это полиция тем не менее они здесь это их место тусовки ну я смотрю и на концерт пришли тоже такие и мы деньги прячешь видите люди со стульчиками приходят все сидят на стульчике кто-то вообще на газоне сел мы будем стоять у нас стульев нет а не на экстракт утрам вовремя погода сегодня хорошая кстати такая немножко есть воздух какой-то такая атмосфера у нас сегодня их и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дио, который вот это придумал Вот, и который пел Black Sabbath и Nazareth Они родом из Кортланда Это их хомтаун Вот, поэтому они здесь любят выступать И как бы... Подожди... Джейм где уже умер, да? А это его казан, кузен Вот, ну они как бы все из одной тусовки Ну вот Они играли в школу, бенди, хай-скул В Кортланде, хай-скул они играли, как Жора Бенди Да? Но они играли этот, я читал, Джеймс Дилл, он играл на духовых из-за этого по моему у него голоса такой вот этот джем сделал короче для общего развития сходили на концерт потусовались с местными всем привет сегодня у нас выходной день суббота мы приехали покупаться сначала мы ехали на каюгу озеро пальчиковое озеро у нас тут покупаться но оказалось что там алджи не знаю как это по-русски перевести короче какие-то водоросли которые опасны для вообще для человека для животных короче опасны и мы развернулись начали думать куда ехать решили все таки приехать в парк и где будет водопад у нас и там образуют бассейн такой для купания людей немеренно просто очень много вся парковка забита здесь и там дальше парковка тоже вся забита вот но мы успели мы сначала той припарковались потом этот мужчина который не регулирует парковщик говорит освободилось место мой быстро в машину и сюда ночью сюда мы приехали у нас смогли припарковаться вот сейчас ждем юлю с никита и пойдем хотя бы посидим просто возле воды потому что я не знаю как бы там купаться будем людей немерено вот попросила день взять положить не об нормальный стон не положил этот вот пляжный который в котором лежать очень будет сейчас удобно сидеть на полу вот ночью я надеюсь юля сейчас припаркует но тут машины постоянно отъезжают вот поэтому где вот это наверное и и да вообще смотрите машина припарковалась на 2 место ой бурундучок бежит припарковалась красная машина 2 2 парковочных он юля едет юля ищи здесь постоянно выезжают машины смотри вот выезжает но сейчас они припаркуются короче тут постоянно выезжают мы прям вот здесь 2 нам повезло видишь да 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 они тут все время выезжают посмотрите куда вы приехали какой-то китай какой-то китайский город куча людей знаете ли показывают китайские пляжи у нас тут красивый водопад здесь правда свежу свежу посвежее чем везде из-за гор вот этого всего вот людей очень много тапки лис хочешь тапки ну если там камни жора и ты можешь одеть мои один те которые больше короче не в кроксах там есть вот эти специальные по мере точно выбери либо те либо те любые смотрите как здесь хорошо мы уже уходим посидели пару часов очень правда много людей сейчас кстати меньше стало вот вода проточная все равно чистая красота вообще и так здесь тенисто прохладненько один из наших парков мы покупались единственное что конечно ну пляжа нет просто лужайка и все а тут какой красавчик лежит лиз нам ехать 45 минут даже не час поэтому не нервничать лизе сегодня еще на работу идти зато видишь хоть и работа зато сходила по в парк денег без нормального стула нам дал вот этот пляжный мне кажется лиза еще что-то несло а мою сумку да все мы сейчас выйдем по лужайке по тропинке хорошо сама перепарковались да всем привет у нас сегодня пасмурно и прямо такие прохладно вот а мы привезли журика на игру баскетбольную старое здание школы смотрите вот такой вот спортзал был раньше у школы которая 60 годов уже закрыта но зал до сих пор работает и вот здесь даже проходят игры дети тренируются так что журика команда это какие-то мелкие да где-то в У нас игроков сегодня больше, чем у них. У нас больше запасных. Жорика сел в запасе сейчас. Так, мы быстро-быстро бежим отвозить Жорика в другое место на Ла-Кросс. Выиграли 41-23. Победа. 41-23. Жора, ты понимаешь, что челку нужно стричь? Она тебе мешает. Ты все время так делаешь. Так, привозили Жорика в другую школу. В другую. Город. Ну, рядом тут с нами. Куда он побежал? В вход. Куда он побежал? Ну, все, привезли его на Ла-Кросс. Он побежал, но почему-то непонятно куда. А, он может переодевается. Там есть уже. Вон он, вон он, да. Вот стоит. Тут теплица. Главное, у них огород. В их high school. Где? Да вот же перед нами. И компост. У них поновее, да? High school, явно. Хотя она недавно еще ременовала. Они ее, это, реновоид. Ремонтировали. Все, он говорит, все хорошо, езжайте. Ремонтировали. 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 Продолжение следует...